Продолжение следует... Если в нулевых годах это были единичные сообщения, причем мы говорим о 3D-принтинге в принципе, и не только в медицине, и не только в хирургии. В 2014-2016 годах уже появляется огромное количество публикаций, посвященных применению 3D-принтинговых технологий в хирургии. В 1980-х годах еще не было такого термина, как 3D-принтинг. Технология стереолитографии была предложена Чарльзом Хаплом, в 1986 году была запатентована и представляет собой технологию послойного выращивания физических трехмерных объектов и фотополимеризующейся композиции. И, естественно, данная технология имеет определенные ограничения, в частности, толщину слоя, который мы можем вырастить, так и материалы, которые применяются при данном литье. Естественно, как и любая методика, она претерпевала определенную эволюцию и со временем появилась селективное лазерное спекание. И суть метода уже заключается в послойном спекании материала, который послойно наносится. То есть, есть определенная камера, есть определенная платформа, там же, собственно, уже предполагаемое изделие. С каждым слоем лазер подпекает тот материал, который будет преобразован в общее целое. И, естественно, данные материалы, уже данные изделия обладают лучшими физическими показателями, большей прочностью, большей эластичностью. И уже мы можем применить здесь колоссальное количество материалов, начиная от так называемой ABC-пластика, кончая шоколадом. И наиболее прогрессивным и новаторской технологией является селективное лазерное плавление. И в данном случае мы можем изготовлять более сложные изделия из металлических порошков, используя математические модели. И в данном случае сам процесс заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала посредством мощного лазерного излучения. Поэтому само это плавление, сама работа лазера происходит в камере с инертным газом и также на платформе, которая смещается вниз, в зависимости от того, сколько слоев было нанесено. С каждым последующим слоем на соответствующее расстояние снижается. И, соответственно, толщина слоя, которую мы наносим, намного меньше, составляет порядка 50 микрометров. Естественно, это обуславливает более лучшие физические показатели данных моделей. Итак, где мы можем применить 3D-технологии в медицине? В медицине как таковой. То есть это моделирование, это виртуальные модели анатомии, виртуальные модели опухолей, это планирование операций, интероперационная навигация именно в плане 3D-моделей. А уже 3D-принтинг мы можем применить в плане планирования, обучения, в составлении определенных моделей уже физических, осязаемых, применение в направителях, гайдах для различных резекций. Конечно же, сами 3D-импланты, при том поле применения их очень широкое, от ортопедии до сердечно-сосудистой хирургии. Более того, набирает обороты и тканевая инженерия, когда используются живые выращенные ткани. И здесь уже, конечно, данные технологии напоминают фантастические фильмы. Итак, обратимся уже теперь к полю применения 3D-принтинговых технологий. Конечно, в настоящее время основное количество публикаций, зарегистрированных, касается применения в хирургических направителях, в составлении определенных моделей. Процент изготовленных имплантов значительно ниже, но, однако, он также стремительно набирает обороты. Опять-таки, поле применения. Конечно, здесь главенство тортопедия. В зависимости от области, где будет применен имплант. Также имеет свое применение в челюстно-лицевой хирургии, опухоли головы и шеи, и также различные дентальные пластики и сердечно-сосудистая хирургия. Более того, в настоящее время уже не стоит вопрос о целесообразности применения данной технологии. Прежде всего, идет наработка методик для оптимизации этого метода. Для удешевления этого метода во многих учреждениях появляются бытовые 3D-принтинговые установки, которые позволяют быстро изготовить модель опухоли или перелома. В ортопедии это вообще замечательный эффект дает, когда мы можем предоперационно спланировать реконструкцию. И, опять-таки, с экономических соображений ведутся исследования, которые доказывают, что уже теперь не требуются промышленные 3D-принтеры на объекте. А достаточно применить бытовые принтеры. Есть специалисты, молодые специалисты, как правило, берут на себя основную роль здесь для планирования изготовления математической модели. А для обеспечения работы как такового 3D-принтера нужен всего один техник, что значительно удешевляет производство этих моделей и по факту уже удешевляет саму операцию. Потому что, благодаря предоперационному планированию, сама операция быстрее, четче, и имплантация становится намного доступнее. Итак, простите. Итак, у нас есть те технологии, которые позволяют воплотить самые смелые идеи. И если мы обратимся к литературе на сегодняшний день, то там будет целый спектр напечатанных изделий. Начиная от мелких костей предплечья и запястья, и пясти, кончая огромным резекциям от стабулярной зоны и тазовых резекций. И что я хотел сказать дальше. Это тот человек, на которого слазь довольно часто в своих докладах, это Моши Шайн и его здравый смысл абдоминальной хирургии. Казалось бы, причем здесь абдоминальная хирургия, но на самом деле в любой хирургии должен быть здравый смысл. И мы сейчас наблюдаем повсеместное использование ТД-принтинга, и даже не всегда по показаниям. И об этом тоже надо помнить, что надо в определенном моменте остановиться и не выполнять протезирование для протезирования. Итак, в чем заключается сама методика? От проекта непосредственно к изделию. Для начала мы получаем данные компьютерные томограммы. Естественным условием является получение сканов с толщиной среза не более 1 мм. Строится виртуальная анатомическая модель, ручная сегментация кости для того, чтобы определить дальнейшую тактику и спланировать модель. Естественно, в рамках мультидисциплинарной команды планируется резекция, и дальше уже изготавливается модель планируемого импланта. Как же это выглядит? Ну, это на самом деле футуристические совершенно кадры, кадры из самой лаборатории, самого изготовления этого изделия. И здесь я буду, наверное, краток, я приведу видео. Надеюсь, его видно сейчас. Итак, это лаборатория, система селективно-лазерного плавления. Сама идея, она может быть самой невероятной, в данном случае она представлена на видео. И так мы видим работу мощного лазерного излучения. Это первые слои порошка, титановый порошок. Естественно, данное изделие изготавливается из различных титановых сплавов, зарегистрированных. Слой за слоем происходит плавление. Далее наносится следующий слой порошка. И очередное плавление. И таким образом происходит множество циклов последовательного плавления, приводящихся к изготовлению самого изделия. Затем, естественно, порошок, лишний порошок удаляется. Он используется заново. Вы можете наблюдать изделие, которое потом из этой камеры удаляется. и затем подвергается термической обработке, которая позволит снизить внутреннее напряжение металла и придать этому изделию лучшие физические показатели. После того, как будет проведена термическая обработка, изделие подвергается финальной обработке. Здесь вы видите, блюдо готово. Какая красота! И дальше происходит тщательная финальная обработка, убирается все лишнее, очень творческий и кропотливый процесс. И при том технически сложный. Итак, от проекта к изделию. После формирования модели, печать и дальше уже у нас на руках индивидуальный имплант по антропометрическим данным пациента. Но надо помнить, что это сложный процесс. И более того, творческий. Не всегда наши ожидания совпадают с финальным результатом. И хорошо всегда говорить о каких-то фантастических функциональных результатах, но это не всегда так. И мы должны понимать, что это творчество начинается с бумаги. И когда мы перерабатываем первичные модели и дополняем их чем-то новым, и происходит эволюция собственных разработок. Это действительно увлекательный, очень интересный процесс, который позволяет достичь лучшего функционального результата. У нас есть уже и третье поколение лучезапясного сустава. К сожалению, мы не можем его представить сегодня, потому что мы ожидаем патентной заявки. Мы также используем 3D-притинг в своей практике для изготовления 3D-моделей. По понятным причинам я уже об этом говорил. Также и направители, которые позволяют нам выполнять более точные резекции для последующего имплантирования. В частности, например, зачем это нам нужно? Ну, хондросаркома G2, массивное поражение тела, лонной кости, тело подзосной кости, лонной седалищной кости, которая потребовала такой обширной резекции. И после планирования и изготовления импланта была выполнена операция. Вы видите, что функциональный результат довольно скромный в послеоперационном периоде. Но, тем не менее, этот пациент подвергся межподошной брюшной резекции с эндопротезированием. И это в любом случае дает нам большие надежды на использование данной методики. Опять-таки, было бы все хорошо, когда все хорошо. Но мы должны помнить об инфекционных осложнениях, которые, безусловно, не связаны напрямую с использованием 3D-принтинговых технологий, но и связаны с обширными операциями. Уже мой коллега Иван Георгиевич представил данные по сопроводительной терапии. В данном случае удалось избежать реимплантации. Мы помним о дислокациях протеза и о различных осложнениях, которые вызывают эти последствия. И, конечно, задача максимально сохранить ткани человека и, в частности, сустав дозабеданный. И в данном случае, по поводу фиброластической стягины саркома подвздошной кости, которая подвергалась неодевантной терапии, была выполнена резекция с сохранением тазобедного сустава и использованием 3D-принтингового импланта. Как мы видим, довольно красивая рентгенологическая картина, но всегда интересует и функциональный результат. Это первая неделя после операции. Пациент передвигается по коридору с помощью костылей. И, в общем-то, функциональный результат, который был дальше, также нас радовал. Опять-таки, другая резекция. И, что я хотел сказать, не все зависит от модели. Многое зависит от функционального статуса и от тех тканей, которые мы оставляем после резекции, которые, в свою очередь, могут и спрогнозировать функциональный результат. В частности, здесь удалось достигнуть прекрасного функционального результата в послеоперационном периоде, потому что были сохранены все нейрологические структуры и достаточно мышечный каркас, для того, чтобы пациент прекрасно передвигался и вернулся к работе. Какое же будущее 3D-принтинга нас ждет? Возможно, это будет вытеснение заводских моделей. Здесь очень трудно прогнозировать, но в настоящее время настолько бурно развивающаяся технология, которая позволяет нам творчески подойти к эндопротезированию, творчески подойти к замещению дефектов, которая является большим подспорьем в нашей практике. И я хотел бы сказать большое спасибо всем нашим слушателям и участникам. Это постер нашей сессии. Большое спасибо. И мы продолжим уже, наверное, в дискуссии обсуждение. Спасибо, Григорий. Спасибо.